Всех приветствую на моем канале. Вашему вниманию сегодня два дендробиума. Слева дендробиум фармери, а справа дендробиум ладиги сиай. Вот этот дендробиум деленочкой мне прислала Светик из Москвы. Я думаю, что многие видели это видео. Была вот такая вот деленка с бульбой и уже маленькими двумя новыми ростами. Они, вот они, у низа здесь, довольно первые такие вот короткие. Лучше показать вот этот и еще один. В общем, не буду крутить, это я сломаю. Потом выдала еще по два новых роста. Видно, уже вариегатность появилась на солнышке. Сейчас солнца стало намного больше, и вот вариегатность снова проявляется. Потому что в зимний период ее было несколько меньше. Солнце этот дендробиум довольно-таки положительно воспринимает, я скажу. Вот эта вариегатность появляется, как я говорю. И немного такой фиолетовый оттенок на этой вариегатности присутствует. Сейчас вот с приходом весны он стал растить еще две новые вот почки. Опять-таки со старой вот этой псевдобульбы, которая у меня лежит здесь на поверхности горшка. Я единственное, здесь поверху немного мха проложила. Так, вот один новый рост. Вот, и сейчас покажу еще один. И один, вот он спрятался здесь. Вот он. Тоже уже вариегатные листики у него. Относительно света я растения развернула, когда увидела новые почки. Потому что рос у меня вот в таком положении. А когда увидела новые почки, я поставила вот таким образом, чтобы как-то немножечко симметричнее он у меня рос, и потом не завалился в этом горшке. Как вы видите, вот в руке горшок, это, по-моему, 9-сантиметровый. Растение такое вот небольшое еще совершенно. Посадка ему очень понравилась такая. Вообще вот дендры сажала в такую посадку, и им нравится все. Здесь получается археата, кремневид. Ну, естественно, смокот добавляю. И так как корней было мало, а точнее, можно сказать, их практически там не было, пол горшка пенопласта. Ну, вот он так распределился у меня. И, в принципе, здесь растет. Корни вот уходят в глубину горшка. Поливается часто. Воду любит. Ну, единственное, что, конечно, в зимний период полив не такой частый, может быть, как сейчас, когда уже у нас весна, вегетация идет активно вовсю. Конечно, зимой не такой частый полив, но с учетом того, что это растение у нас маленькое еще, куда ему, я думаю, цвести еще, он никуда не совсем способен, даже если поставить где-то к створке окна, да, чтобы создать ему прохладу для зацветания. Но, в общем-то, я ему еще таких вот просушек не устраиваю. Считаю его все-таки маленьким. Единственное, что в зимний период, конечно, интервал полива, он удлиняется в связи с тем, что он в зимний период просыхает тоже дольше и, в общем-то, во влаге так сильно не нуждается это растение, как с приходом тепла. С приходом тепла я просушек ему вообще не даю. То есть я его пою, если у меня дождевая вода, то я добавляю удобрение жидкое, а так здесь осмокот, как я уже сказала. Ну, у всех у меня осмокот добавлен. И для тех, кто не знает осмокот, это такое гранулированное удобрение с пролонгированным таким эффектом, постепенным высвобождением удобрения. Находится постоянно в горшке, то есть при поливе очередной водой растение получает необходимую дозировку удобрения. Это очень удобно. Итак, дендробиум фармери я получила в августе 2018 года. Пересаживала я его тогда же. Посадка аналогичная предыдущему дендру. Как вы видите, это пенопласт, это кремниевит, который мне очень-то на тот момент понравился. Я нашла его удобным для посадки любых растений добавлять. Великолепно работает. Здесь у меня археата, вот немного мха, дендром, самое то, что нужно. Сейчас я уже могу, конечно же, дендра посадить с использованием три ферна корней папоротника, которые тоже великолепно действуют, но на тот момент у меня их не было. Что касается этого растения, то мы все понимаем, что это маленькое растение. В реале растение где-то, наверное, сантиметров, иметь бульбы по 25 примерно. И такие растения уже способны зацветать. В моем случае у меня маленькое растение. Я знала, что я заказываю. Могу сказать, что пришло это растение от поставщика карги из Европы. И вот буквально я как только-только его посадила, он стал сразу активно расти. Получается, в августе я его пересадила, и он у меня вырастил одну новую бульбу. Вот она она. Вот эта. Довольно низкая, как вы видите. Это, получается, в зиму сформировалась. А совсем недавно он вырастил вот эту. То есть теплеть только стало у нас. Я не помню, когда он ее стал расти. Может быть, в феврале. Но вырастил он ее очень быстро. У него уже листики выросли, уже и бульба надулась. И вы можете сравнить сейчас эту бульбу со всеми старыми, предыдущими. Видно, что она очень хорошая, высокая, длинная. Это хороший показатель того, что растение великолепно развивается. Пока что новых ростов я здесь не вижу. Как вы видите, резома такая очень густая. То есть растение будет компактным. Что в условиях ограниченного пространства, несомненно, плюс для растения. Опять же, в силу того, что это растение маленькое, я его пою и кормлю, как малышей зимой. То есть по просушке. Летом вообще практически просушки у него не бывает. Вот сейчас субстрат у него, конечно, мокрый, влажный, но возможно не завтра. Послезавтра я его еще раз полью. То есть вот эти вот бульбы практически у меня не усыхают. Итак, я благодарю вас всех за внимание. Я рассказала о своем уходе за этими растениями, о том, как они развиваются. Надеюсь, вам было интересно. Всего вам доброго. Пока-пока.